АЛЛА СУРИКОВА Встречайте, пожалуйста, только со мной. Недавно вы в очередной раз, в который уже раз, призвали страну улыбнуться. Открылся фестиваль «Улыбнешь Россию», президентом которого вы являетесь. Вот сейчас, в наше время, Россия по-прежнему нуждается так же острым улыбки, как это было, скажем, в конце 90-х, когда фестиваль задумывался? Я думаю, что с каждым годом все острее нуждается в улыбке, потому что у нас нет дня, чтобы нам не нужна была как спасительный круг на волнах жизни, как глоток свежего воздуха, как единственная возможность уцелеть улыбка. И поэтому, ведь не зря мир уцелел, потому что смеялся, было написано на одном из фестивалей, который, значит, двигал, в общем, комедию вперед. И я подписываю... Подписывайтесь под этими словами? Я подписываюсь под этими словами. И еще, знаете, у нас такой девиз у фестиваля слова Льва Толстого «Смех – это человеколюбие». Правда. Мужчина, кстати, должен смеяться, я где-то вычитала, это не менее 23 раз в день. Женщины могут поменьше, но 17 раз в день они должны обязательно посмеяться. Это для здоровья. Спасибо, потому что вы мою жизнь точно продлили вашими фильмами, не знаю, на сколько минут или часов, но это факт. Вы сказали, смех, улыбка спасет. Я с вами абсолютно согласен. Единственная маленькая поправочка. Действительно смех, но не гогот и ржание. А сейчас опытный и даже не слишком опытный телезритель скажет, что страна полностью накрыта волной вот этого самого низкосортного ржания и гогота. В основном со всех телеэкранов только это и несется. Я понимаю, что много низкопробного смеха. Но правда же, лучше пусть это, чем убийство, кровь, ограбление которых выше крыши. И поэтому я тоже за тот смех, который дарил Горин, Брагинский, я имею в виду в кино, фильмы Данелли и Рязанова, Гайдая, кстати говоря, которого унижали при жизни. Потому что говорили, что у него... Ну, критики, да, размазали бриллиантовую руку, как только вы их вышли. Вот такой, да, вот проговорили смех такой, значит, дешёвый. А сейчас нет недели, чтобы не было фильмов Гайдая, его смотрят с большим удовольствием, цитируют. «Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше» – просто крылатая фраза из Гайдая. Понимаете, я думаю, что, ну, как бы мы вернёмся к этому смеху. Я уверена, может быть, жить в эту пору прекрасно уже не придётся. Не мне, не тебе. Но это будет. Но сейчас время такое... Переходного периода? Переходного периода, да. Время переходного периода. Время перехода от полного запрета к всему, что было ниже, скажем, груди. Я помню собрание комсомольское, комсомольско-молодёжное в союзе кинематографистов, где выступал какой-то, значит, секретарь комсомола и говорил, да, нам нужно снимать фильмы о любви. Но вот до сих пор он показал на себе, сверху, вот до этого, как бы, нет. Ну, даже вот так. Уже смешно. Да, понимаете? И я помню выбор натуры в Питере, когда мы вошли в кабинет, это было здание какое-то старинное, где там были Амур и Психея, и сидел секретарь, значит, организации, вот, и за ним стояли сзади на камине часы Амур и Психея, и они были гипсом замазаны, потому что у неё... Потому что эротика. Эротика, да. Понимаете, вот после этого, как бы, открылись шлюзы, и люди вдохнули. Я вспоминаю съёмки картины «Две стрелы», когда, значит, ну, там была очень красивая сцена эротическая, за которую мы получили приз, и за которую меня очень благодарила одна женщина на премьере картины этой «Две стрелы». Она подошла ко мне с мальчиком, 13 лет, с сыном, и сказала, я вам очень признательна, потому что он должен знать, что это должно быть красиво. И, в общем, эта тема во мне всегда присутствует, это должно быть красиво. Но на этой картине, значит, там голыми снимались и Лёня Ермольник, и Наташа Гундарева, и практически Серёжа Шакуров, и уже где-то в какой-то момент съёмочного периода я кричала, кто ещё не снимался голым, прошу. Первобытные люди, они одеты были иначе, и у них отношения были другие. Но я думаю, что и вот когда это стало разрешённым, тогда, конечно, всем хотелось поэкспериментировать. Вы сказали, что получали призы. Сейчас время, когда вы их уже вручаете. На кинофестивале были номинанты? Были номинанты. За вклад в комедию? Во-первых, за вклад в комедию. Ольга Арусева, замечательная актриса, которая только по недоразумению ещё не получала его. Валерий Гаркалин, народный артист, профессор Рати, Аркадий Инин. Я его, ну, как бы обозначаю как комедиограф, с большой буквы, потому что действительно он один из тех, кто, ну, постоянно работает в этом жанре и служит ему верой и правдой. И студентам преподает, и сам пишет замечательно. И, наконец, премия наша за вклад в комедию нашла Николай Фоменко. Она за ним ходит уже второй год. И, знаете, у нас уже третий год учреждена премия за вклад в чувство юмора страны. И её получил Михаил Жванецкий, её получил Геннадий Хазанов и Леонид Якубович. В принципе, я считаю, что пришло время эту премию давать и политикам, которые вносят свой вклад в чувство юмора страны. И у нас на закрытии, может быть, если получится, я не буду сейчас называть этого человека, но вот мы начнём с него, может быть, ему вручим. И я надеюсь, что это будет, в общем, первый шаг к тому, чтобы призвать наших политиков побольше пользоваться юмором. Потому что, знаете, я много же литературы всякой читала по этому поводу, был такой дипломат по фамилии Миллер. В ООН. В ООН. Да, я знаю. Знаете, да? И он говорил, что когда заседание заходило в тупик, стоило кому-то рассказать анекдот, шутку какую-то, сразу всё двигалось вперёд. Но это очень ликвидный товар. Вообще тонкий юмор. Да. Он нынче здорово продавится. А вы знаете, как вокруг людей, которые умеют пошутить, рассказать анекдот, вот таких, как Гусман, Грачевский, ну, Горин в своё время, как вокруг них концентрировались люди, это, видимо, подсознательно. Потому что ведь когда человек смеётся, он заглатывает много кислорода. Кислород поступает в лёгкие, потом очищается кровь, человек становится здоровее. И вот это желание похохотать, оно, наверное, в подсознании живёт во многих людях, ну, у кого есть чувство юмора. Этот год для вас юбилейный? Ой, не надо обрустить. Ноябрь, месяц одиннадцатый, скорпионий. Да. Любите себя покушать, посамоедничать? Ещё как. Ну, знаете, единственное, что меня утешает, что вот те, кто родились в начале года, у них целый год юбилей. А те, кто в конце года, ноябрь, декабрь, и всё, и забыли. Конечно же, еда из себя любимой, она такая сложная, трёхслойная, потому что, с одной стороны, вроде, если себя не любишь, то кто тебя полюбит. С другой стороны, если любишь только себя, нафиг ты нужен. А с третьей стороны, с третьей стороны хочется любить всё равно. Всех, вся и жизнь. Вот это такой внутренний критик, самокритик, этот цензор. Цензор, она, она в вас, наверняка присутствует, соответственно, и этот критик замешан на внутренней интеллигентности. Спасибо большое. Не за что, вам спасибо. Много ли этот цензор не принял в вашей самой свежей киноработе под названием «Человек с бульвара капуцинок»? Ну, знаете, на самом деле, я думаю, что одна из главных, ну, что ли, ошибок или недостатков этой картины в её названии, потому что она должна была называться «Снимать по-русски». Так, как называется картина, которую снимают мои герои внутри фильма. Тогда бы гораздо меньше вопросов было. Не было бы такого прямого отсыла к той картине, которая, если считать сегодня её стоимость, то она стоит примерно 8,5 миллионов долларов. Та картина по всем параметрам. А это просто 8,5 миллионов долларов. И в этом смысле, конечно, тоже её сложность. Но мы снимали в замечательном городе Муроме, где нам помогали все – и люди, и милиции, и пожарники. И, конечно, в этом смысле это действительно снимать по-русски. Такое народное кино снимать по-русски. Потому что если в сценарии первоначально было написано, что едет автобус, и за ним выскакивает и гонится 10 чёрных Мерседесов, внедорожников, то, в общем, за автобусом у нас было три мотоцикла и остальные велосипеды. Причём один мотоцикл на нём был чемпион мира, и он прыгал замечательно. Остальные там ломались по дороге, и велосипеды, значит, трусились за. Но, извините, я договорю, как говорила моя бабушка, судьба, она не глупи нас с тобой. Ехали бы внедорожники, это была бы история про бандюков, таких настоящих, серьёзных. А едут велосипедисты, это история про хулиганов, которые ещё и частильщики. Поэтому в этом смысле, наверное, ну, как бы выкручивая себе руки, выкручиваясь из ситуации, когда очень мало денег, мы снимали то кино, за которое я отвечаю. Но ведь количество денег не влияет на качество, скажем, диалогов, на качество внутреннего лингвистического наполнения. Не влияет, да, нет, не влияет. И вот здесь тот юмор, как бы вы его охарактеризовали, он высокий, ироничный, он ниже пояса, он грубый. Вот это ржание, гоготь, что это? Как вы думаете? А где вы нашли этот ржание? Нет, нет, я, 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 мне просто очень интересно ваше мнение. Ну, я не знаю, у меня, например, Гаспарян, который как бы, Игорь Гаспарян играет автор сценария, такого его там называют. Замечательный артист, замечательный. Да, и он падает на колени, когда он написал сценарий, говорит, вемесел вроде бы, да, а я над ним слезами, как обольюсь, как обольюсь. Понимаете, вот этого в этой картине много. Это третий слой для тех, кто знает литературу, знает кино, потому что Маша, героиня Маши Мироновой, говорит, вот Сайо, и перед вами простая сельская учительница, Голливудом порченная, русской бабушкой воспитанная. Это тоже отсыл к тем, кто знает и любит наше советское кино. А поскольку герои говорят именно о том, что они хотели бы снять кино чистое, светлое, с человеческим лицом, и практически советское, то, в общем, для тех, кто это знает, понимает и чувствует, это вот тот слой, который отправляется к кино. Я вас понял. Одним словом, это многослойная история. Я считаю, что да. И драчки для внуков моих, которые говорят, драчки будут с кино, я говорю, да. Тогда мы будем смотреть младше. Ну, таким образом можно характеризовать этот фильм, как и другие ваши работы, словами Натальи Фатеевой, что это фильмы пролонгированного действия. Правильно? Красиво Наташа сказала. Она такая умная. То есть смотреть нужно много раз. Каждый открывает что-то для себя. Да, в общем, да. Я думаю, знаете, вот когда-то, не про эту картину, про другую, перефразируя Марину Цветаеву, я нагло написала такие строчки моим кинам, как драгоценным винам, настанет свой черед. И я общалась с людьми, которые как бы вот через год, через два, посмотрев картину, вдруг обращались к ней совершенно, и говорили мне, знаешь, вот первый раз я смотрела, я этого не увидела, не почувствовала или не поняла. А сейчас вот картина приходит. Я надеюсь, что эта тоже картина придет. А обращаясь к вашим зрителям, которые придут в театр Армена Джигарханяна, на ваш юбилейный вечер, я думаю, вы обратитесь еще с одними стихами, и ради ваших благодарных глаз... На новый подвиг я идти готова и падать замертво, и подниматься снова. Стихи будут? Встречи с вами ждать, как первый раз. Спасибо вам большое, Алла Ильинична. Спасибо. Больше улыбок вам, и, соответственно, нам... Стране. Стране. Да. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» народная артистка России, кинорежиссер Алла Ильинична Сурикова. С вами обязательно увидимся. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...